Как вы знаете, Дауда вас сместили с должности председателя Кадыровского парламента. И поначалу было непонятно вообще, что это за рокировка такая. Каким образом в шариатском государстве будет сменяться глава, если по шариату нельзя выходить против правителя, даже если он прерыводей. Он за ним говорил, что это не уводит из издама правителя, просто грех. Не хочешь стать президентом, и мы рад Кавказ. За что турнули Даудова прокомментировать? Кстати говоря, про Даудова, хорошо, что ты напомнил. Как вы знаете, Даудова сместили с должности председателя Кадыровского парламента. И поначалу было непонятно вообще, что это за рокировка такая. Вместо него назначили Шаида Жамалдаева, по моему фамилии. Он и так был первым, ну короче, одним из заместителей Даудова. И вот он сейчас стал руководителем этого парламента. А Иудова пока вроде никуда и не назначили. И отсюда, естественно, сразу появилось много версий, что да как. Плюс выступление Иудова, где он комментировал свою отставку, выглядело очень, ну он выглядел таким обиженным. Но я думаю, что следующее совещание Кадырова, где уже там присутствовал и Иудов, и новый председатель парламента, этот Шаид, где как раз его представляли. Я думаю, это прояснило ситуацию. Скорее всего, Иудов, наверное, будет назначен на какую-то другую должность, пока непонятно куда. Сами кадыровские паблики форсили новость о том, что Иудова якобы отправят там главой Ингушетии. Ну понятно было, что это фейк. Но вопрос в том, почему кадыровские паблики это форсят. Какой смысл форсить явный фейк? Не исключено, что это такая подготовка для совершенно другого назначения, на совершенно другое, в совершенно другом регионе, не в Ингушетии. Но я пока не буду делать, вы знаете, что я не люблю делать прогнозы, какие-то предсказания, поэтому я здесь воздержусь. Мы подождем, посмотрим, куда его поставят. Но для меня уже очевидно, что какой-то отставки в связи с... То есть Иудов не потерял своего хорошего отношения с кадыровым. Для меня это очевидно. Очевидно, это стало из того самого совещания, где кадыров очень лестно отозвался, там его поблагодарил, напомнил, что в 2004 году якобы Иудов именно там отомстил за смерть кадырова старшего. Ну, это такая известная кадыровская легенда. В общем, вот это все проговорил, там поблагодарил Иудов, Иудов в ответ вылизал Кадырова. И это говорит о том, что каких-то серьезных разногласий между ними нет. Но при этом какие-то процессы все-таки там происходят. И, в общем, к чему это все идет, я думаю, мы с вами в ближайшее время увидим. У меня есть кое-какие свои догадки на эту тему, но я их озвучивать не хочу, потому что я не люблю делать прогнозы, особенно не люблю в них ошибаться. Потом, если ты часто начинаешь делать прогнозы и в них ошибаешься, то ты превращаешься в такого политолога, который начинает просто, как будто бы из автоматной очереди в воздух стрелять, делать прогнозы. На всякий случай, если что-то из этого сбудется, то потом скажут, что вот это он же говорил, но он сам будет больше всех кричать, что он об этом говорил. Короче, мне это не нравится, поэтому подождем, поживем, увидим. Так, Лизгин, Томсо, саламу алейкум, расскажи, пожалуйста, для кого строят все эти элитные ЖК в Грозном? Простым чеченцам, понятно, такое жилье не светит, а кадыровцев как будто не хватает, чтобы всех их заселить. Честно говоря, у меня другая информация по поводу этих застроек. Там очень много, вообще, насколько я знаю, смотрите, В республике очень хорошие условия для покупки жилья в рассрочку. Насколько я знаю, без всяких там ипотек, процентов и прочей харамной, запретной в исламе ерунды, значит, можно в рассрочку взять квартиру на долгие годы. Такая ипотека по-исламски, грубо говоря. И, насколько я знаю, очень многие сегодня этим воспользовались, купили квартиры. Поэтому я, здесь я какую-то конспирологию не вижу. Я думаю, что это чисто бизнес. Люди строят, продают, в том числе в рассрочку, для того, чтобы на этом заработать. Мы не извлекли ошибок из истории. Вот недавние имамады и чеченцы своими же руками загнали себя в рабское положение. И в монархию, к сожалению, нас будут дурить, кто хочет, под соусом ислама. Ну, к сожалению, да, такое тоже будет, конечно, происходить. И не факт, что нас не надурят. Знаете, нет такой гарантии. Поэтому, наверное, важно проводить эту работу. Работу над ошибками и информационную работу в том числе. Так, каким образом в шариатском государстве будет сменяться глава, если по шариату нельзя выходить против правителя, даже если он прелюбодей? Он за ним говорил, что это не выводит из ислама правителя просто грех. Ты знаешь, если бы я жил в государстве, где правитель был бы прелюбодей, и меня бы, наверное, это меньше всего в моей жизни беспокоило бы, что он там где-то прелюбодействовал. К сожалению, мы живем в такое время, когда это наименьшая проблема. Возможно, знаете, когда-то правители были настолько благочестивыми, что подобное являлось основанием для того, чтобы ставить вопрос даже о его смене. Возможно, у Лавана. Но меня это сейчас меньше всего волнует, потому что это никак меня не касается лично. Ни меня, ни людей, живущих там под властью таких людей. А вот когда эти люди судят несправедливо, используют законы несправедливо, то есть либо обходятся эти законы, либо эти законы в отношении меня действуют, а в отношении родственников этого людей из правительства не действуют, понимаешь? То есть вот такие моменты беспокоят людей. А не то, что он там прелюбодействует, он наркотиками там балуется или, я не знаю, еще что-то. Это вещи, которые между ним и Всевышним Аллахом, они никак не касаются людей. Но когда он начинает именно в отношении людей быть несправедливым, то это нас всех касается. Поэтому я, смотри, я не из этой категории людей, там правитель, вот мы поставили его как столб, и все, он там до смерти. Нет. Избирательное право, значит, избирается на определенный срок. Срок прошел обратно, либо он продлевается, его полномочия, опять-таки на определенный срок, либо он, значит, сменяется, чтобы именно таким образом было. Если кто-то против всеобщих выборов, пусть это делает парламент, который будет избираться, опять-таки, всеобщим голосованием. То есть это уже такие моменты решаемые. Но избрали, и до смерти он там где-то сидит, и никто его не может оттуда сбросить. Это модель, которая стопроцентно нерабочая. Сто процентов. На этом мы уже убедились на протяжении огромной истории, что это нерабочая модель. К сожалению, уже не будет ни Абубакров, ни Амаров, ни Усманов Али. Да будет доволен им имя всеми, северующий Аллах. Уже никогда их не будет. Поэтому самый лучший из тех, кто сегодня может быть, не стоит и пыли этих халифов праведных. Правильно? Соответственно, он будет допускать несправедливость. То есть мы должны это все понимать. Над ним всегда должна быть для него вот эта вот опасность, что если он начнет беспределить, его сместят, скинут. Пройдет срок, он не сможет переизбраться. Нам надо идти к тому, чтобы у нас не было вот этих вот монархов, людей, для которых власть, это то, чем их наделил Всевышний Аллах, Господь Миров, понимаете? Когда вот этот монарх сидит, он такой всемогущий в рамках своей территории, там власти, он вершит судьбы. Нет. Он должен быть служащим для этих людей, для тех людей, которые находятся под его властью. Этот человек должен бояться Всевышнего Аллаха и делать все необходимое для того, чтобы люди, находящиеся под его властью, жили хорошо, чтобы уровень жизни у этих людей всегда рос, чтобы их уровень богобоязненности рос, чтобы разврат не возрастал. Короче, все, что подразумевается под правлением мусульманина, он должен это делать, боясь Всевышнего Аллаха, что если он не будет справедливым, допустим, то его накажет Господь Миров. Но мы с вами должны понимать, что если он не боится Всевышнего, то у нас не должно быть так, но не боится он Всевышнего, ну все, что поделаешь. Теперь мы будем терпеть его, пока смерть не настигнет его. И тогда, может быть, появится другой, кто будет более-менее хорошим. Вот у нас этого быть не должно. У нас должно быть, боится он Всевышнего Аллаха, и этот страх перед Господом заставляет его быть справедливым, то это хорошо. Если он не боится Всевышнего Аллаха, то у нас здесь тоже есть механизмы, боясь которых он не будет совершать несправедливость, потому что эти механизмы будут на него давле. Либо, если он и это его не останавливает, и страх перед Господом его не останавливает, то в этом случае у нас есть механизм, который поможет нам его сместить. В крайнем случае, мы просто, как это делают в Соединенных Штатах Америки, там, в европейских странах, мы просто дождемся окончания его срока. Выберем себе другого. Не хочешь стать президентом Эмарат Кавказа? Это что это? Это какая-то организация у вас? Нет, не хочу. Мы не извлекли ошибок из истории. Вот недавние имаматы и чеченцы своими же руками загнали себя в рабское положение, и в монархию, к сожалению, нас будут дурить, кто хочет, под соусом ислама. Ну, к сожалению, да, такое тоже будет, конечно, происходить. И не факт, что нас не надурят. Знаете, нет такой гарантии. Поэтому, наверное, важно проводить эту работу, работу над ошибками и информационную работу в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok